Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «И я не осуждаю тебя» – беседа с женой, взятой в прелюбодеянии. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 53 стих до 8 главы, 11 стих. История, которую мы сегодня будем обсуждать, появляется в рукописях Евангелия от Иоанна только в V веке. И надо сказать, что греческие церковные толкователи толкуют этот фрагмент только начиная с XII века по Рождестве Христовым. Первым из них является Ефимий Зегабен. Однако данный фрагмент был известен и блаженному Ирониму, и блаженному Августину, и, соответственно, имел хождение в латинских переводах. Получается, что та история, которую мы сегодня будем обсуждать, в части рукописи отсутствовала, в других присутствовала, но, тем не менее, безусловно является частью Евангелия от Иоанна. Впрочем, в разных рукописях она могла помещаться в разных местах Евангелия, где-то там, где мы видим ее сегодня, в самом конце VII и в начале VIII главы. Были рукописи, в которых эта история помещается перед речью Господа Иисуса Христа в сокровищнице храма о воде живой. Но есть и такие манускрипты, в которых данная история из Евангелия от Иоанна помещается в Евангелие от Луки, как раз туда, в 21 главу, где Господь наблюдает вдовицу, опускающую две лепты в ящичек для пожертвования. И, наконец, в последнем варианте мог располагаться обсуждаемый сегодня фрагмент в самом конце Евангелия от Иоанна. Действительно, когда мы смотрим, что эта история находится там, где мы сегодня ее видим, мы понимаем, что она определенным образом стоит между двумя беседами не просто в храме, а в одном и том же месте храма. Однако, вполне может быть, что две беседы в одном и том же месте храма, в сокровищнице, Господь Иисус Христос произносил два дня подряд. Поэтому мы принимаем эту историю как подлинную историю, как настоящий фрагмент Евангелия от Иоанна. Начинается она в самом конце 7 главы в 53 стихе. «И разошлись все по домам». Указание на то, что после предшествовавшей ожесточенной дискуссии в народе была распря, раскол относительно того, кто такой Христос, эти страсти улеглись, потому что все разошлись по домам и все легли спать отдыхать. Как же начинается 8 глава? Первый стих. «Иисус же пошел на гору Еленскую. Все расходятся по домам, а Господь нашел пристанище на Еленской горе, которое находится неподалеку от Иерусалимского храма, если пройти через поток Кедрон». Второй стих. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их». Обратите внимание, здесь уже народ в оригинальном тексте не охлос, не толпа, как это было чуть раньше, в 7 главе. Здесь народ уже лаос. Лаос – это организованные люди. Лаос – это те, которые, услышав накануне Господа Иисуса Христа, уверовали в Него и пожелали прийти в храм уже для того, чтобы услышать Его беседу. То есть они уже объединены определенной идеей, они объединены верой в Господа Иисуса. Поэтому приходят для того, чтобы Он их учил. И действительно, Он садится и учит. Садится, потому что это была обычная поза для проповедника в ту эпоху, в той местности. Третий стих. «Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посередине». Интересно, что Господь Иисус Христос наставляет людей, которые желают слышать это наставление. Но при этом книжники и фарисеи не успокоились после вчерашнего дня, когда проявляли раздражение, что они не смогли его схватить. Они продолжают искать повод для того, чтобы его в чем-то обвинить. И вот они ведут, по-гречески, ведут же книжники и фарисеи женщину, захваченную во время прелюбодеяния. И поставив ее посередине, четвертый стих, говорят ему. Итак, женщина была захвачена во время прелюбодеяния. И книжники и фарисеи ее для какой-то цели ведут к Иисусу из Назарета, который мирно учит в храме. Четвертый стих. «Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Пятый стих. «А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Обрати внимание на то, что в греческом тексте более экспрессивное выражение. Говорят ему. «Учитель, эта женщина схвачена в момент прелюбодейства». То есть, это несомненно. Есть какие-то свидетели того, что она действительно прелюбодействовала. Пятый стих. «Но в законе нам Моисей приказал таковых побивать камнями. Что ты скажешь?» Почему же это является вопросом с искушением, с испытанием Господа? В шестом стихе евангелист указывает. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Потому что закон Моисеев, если речь шла об общей ситуации, об общем случае, прелюбодея и прелюбодейцы всего лишь предписывал их предать смерти. Но вариант смерти при этом не оговаривался. «Побиение камнями предписывалось только в том случае, если это была девушка, которая была уже обручена с неким мужчинам, но еще не сыграли свадьбу. И вот она изменила будущему жениху и вступила в прелюбодейную связь с каким-то другим мужчиной». Вот в таком случае, как некое уже предварительное надругательство над таинством брака, вот в таком случае закон Моисея предписывал именно такую страшную смерть – побиение камнями. «Вероятно, эта девушка, эта женщина, которая была захвачена, схвачена во время прелюбодейства, как раз относилась к разряду тех, кто был обручен, но еще не вступил в брак». Конечно, можно предположить, можно допустить, особенно ввиду дальнейшего милосердного отношения к ней Господа Иисуса Христа, что, как это бывало в древнем мире, ее желали отдать замуж, даже не спросив ее согласия. Это была обычная практика, когда договаривались родители, договаривались родители с женихом для того, чтобы их дочь отдать замуж, а дочери мог жених этот и не нравиться. Поэтому, конечно, это не могло быть оправданием. Мы видим, что закон Моисеев, наоборот, рассматривает вот такую ситуацию, как отягощенную ситуацию, отягощающуюся. Но, тем не менее, вот эта ситуация для Господа Иисуса Христа могла быть причиной, чтобы женщину в чем-то оправдать. Потому что она, конечно, впала в прелюбодеяние, но, возможно, были какие-то дополнительные обстоятельства. Однако для нас с вами важно не это. Важно то, что фарисеи и книжники, которые приводят к Господу Иисусу эту женщину, они сами заранее провоцируют, очень искусственно провоцируют, провоцируют напряженную ситуацию. Во-первых, ведь предать смерти необходимо было не только прелюбодеицу, но и прелюбодея. А они приводят только ее. Его по какой-то причине не приводят. Это первое. Второе. В соответствии с тогдашними римскими законами, евреям запрещалось кого-либо предавать смертной казни. Поэтому, вероятно, если бы Господь сказал, что, конечно, в соответствии с законом Моисея, должно побить камнями, евреи могли бы сказать, так неужели ты нас подталкиваешь к нарушению римских законов? Ты же понимаешь, что мы не можем это сделать? Если же он обратил бы внимание на то, что римляне запретили нам кого-либо казнить по закону Моисея, они бы обвинили его в том, что он не желает исполнить закон Моисея, что он присмыкается пред римлянами. Наконец, есть еще один важный момент. Как мы увидим чуть дальше, Господь предлагает тому, кто безгрешен, взять камень и первым его бросить в женщину. Но по закону Моисееву, если совершалась казнь, предание смерти через побиение камнями, то первыми камни должны были бросать свидетели. Это было сделано для того, чтобы увеличить ответственность свидетелей, потому что он не только свидетельствует, но если его свидетельство привело к вынесению такого вердикта, как смертный приговор, в таком случае он же является первым исполнителем. И, конечно, видеть глаза человека, осужденного на смертную казнь, и первым бросить камень, нужно для этого быть убежденным в своей правоте. Похоже, свидетели-то как раз не пришли. То есть нет прелюбодейца, есть только прелюбодейка, нет свидетелей, и есть провокативный вопрос относительно побиения камнями и смерти. Что же делает Господь? Продолжение 6 стиха. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Он хочет подчеркнуть, что он, как раввин, не обязан отвечать на этот вопрос, потому что здесь не суд. Потому что если они хотят организовать суд, его нужно организовать в должном порядке и на суде представить и мужчину прелюбодея. Однако здесь ничего этого нет. Поэтому он не считает себя обязанным сразу с ходу что-либо отвечать, но своими действиями, пиша что-то на земле перстом, он показывает некое равнодушие. То есть он подчеркивает, что вы пришли специально, дабы спровоцировать, но я не буду поддаваться на вашу уловку. Седьмой стих. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, в переводе с греческого распрямившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось в нее камень. Восьмой стих. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Наши церковные экзегеты дореволюционного периода подчеркивали, что бессмысленно предполагать, что именно писал перстом на земле Господь Иисус Христос, потому что это не видно никак из текста Священного Писания, а любая догадка будет всего лишь гипотезой. Поэтому Господь что-то писал для того, чтобы подчеркнуть, продемонстрировать свое равнодушие вот к этой эмоционально-агрессивной активности фарисеев и книжников в желании его уловить. Однако, когда он распрямился, он говорит, обратите внимание, он не говорит, да, надо исполнить закон Моисеев. Он не говорит, нет, его мы не можем исполнить из-за римлян. Он не говорит, представьте свидетелей, чтобы они первые бросили камень. Господь говорит, кто из вас безгрешный, первый в нее пусть бросит камень. Итак, он переводит в другую плоскость. Вы не предоставили свидетелей. Значит, вам можно доверять. Значит, вы считаете себя людьми практически безгрешными. Пожалуйста, если вы считаете себя безгрешными, а вот ее греховной, докажите это на дело. Бросайте камень. И тем самым Христос показывает, вы пришли сюда, хотя здесь не может быть формального судопроизводства. Так вот, давайте же и будем поступать неформально. Раз нет свидетелей, тот из вас, кто себя считает безгрешным, абсолютно праведным, пусть и исполнит этот приговор по закону Моисея. Что же произошло дальше? Девятый стих. «Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди». Фраза «Будучи обличаемы совестью» это очень поздняя комментирующая вставка в текст. Поэтому, конечно, лучше прочитывать так. «Они же, услышавшие, выходили один за одним, начиная от старших до последних, и остался один Иисус, и женщина, стоящая посередине». Конечно, когда есть какое-то собрание, собрание, где присутствуют духовные авторитеты, старцы, то все вначале смотрят на старших, как себя они поведут. Поэтому, когда Господь говорит, «Кто из вас без греха?» «Первый бросай камень», конечно же, лица всех обращаются именно к старейшинам, к самым старым и уважаемым членам этого собрания. И именно житейский опыт, жизненный опыт, именно рассудительность, которая дается с годами, не позволяет им бросить камень. Поэтому и появилась чуть позже такая комментирующая вставка, что они были обличаемой своей совестью. Да, так оно и есть. Они понимали, что они не могут исполнить приговор, что и они тоже нарушают закон Моисеев, что в чем-то и они не лучше, чем эта женщина. Поэтому уходят старшие, ну и, конечно, те, кто младше и по иерархическому положению, и, соответственно, по возрасту, также, уже имея перед глазами пример, не решаются бросить камень и уходят с двора храма. Остался один Иисус и женщина, стоящая посередине. Десятый стих. Иисус, восклонившись, то есть выпрямившись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Более вероятным является такое чтение греческого текста. «Выпрямившийся же, Иисус сказал ей, женщина, где они?» То есть, где все? «Никто тебя не осудил». Получается, что вот это подчеркнутое равнодушие Господа к происходящему было совершенно не случайным. Он заранее знал, что эти люди не готовы отстаивать свою точку зрения. Они хотят его спровоцировать, но сами они не готовы отвечать за себя. Поэтому они разошлись, и он говорит, «Женщина, так где же все? Получается, никто тебя не осудил?» Одиннадцатый стих. Она отвечала, «Никто Господи». Ну, понятно, что там в греческом тексте стоит «кириос» это «господин». Потому что мы в нашей русской славянской традиции слово греческое «кириос» переводим «господь», когда люди обращаются к Богу, к высшему существу. Но переводим «господин», когда это уважительное обращение к человеку, который более высокий по статусу. Безусловно, здесь женщина не могла исповедовать Иисуса как Бога, потому что она его видела впервые, хотя, конечно, она поняла, что он отнесся к ней милостиво, но тем не менее правильный перевод «господин». Она отвечала, «Никто Господин». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». В переводе из греческого «и отныне уже не греши». Стоит вопрос, а почему же Господь ее помиловал, если действительно она была прелюбодейкой? А потому, что она пережила в этот момент опасность побиения камнями. И, конечно, для нас с вами, для русских людей, почитателей русской литературы, хорошо знаком пример Федора Михайловича Достоевского, который уже стоял для того, чтобы быть расстрелянным и в последний момент был помилован. И как он сам вспоминал, именно вот это момент последний, когда уже началась казнь, она просто не закончилась. Именно это изменило всю его дальнейшую жизнь. Так и Господь Иисус Христос, видя, как жена испытала практически уже суд над ней, когда ведут в храм Иерусалимский к замечательному раввину, может быть, она что-то о нем слышала. И когда этот раввин уже говорит, так бросайте камень, но только тот, кто безгрешен, конечно же, она испытала величайший ужас от своего поступка. Поэтому стояла смиренно перед Господом Иисусом Христом, и когда Он спрашивает, где же все, никто тебя не осудил, она не могла сказать больше, чем никто Господин. Она уже пережила свою собственную казнь. И вот когда это произошло, Христос и сказал, и я тебя теперь уже не осуждаю, он видел ее внутреннюю перемену, изменение жизни, поэтому и говорит, иди и отныне не греши. Но обратите внимание, если в одной из предыдущих глав исцеленному Христос говорит, иди больше не греши, чтобы с тобой не сделать чего хуже, вот этого жене прелюбодейце он не говорит. И церковные экзегеты считают, что здесь можно видеть намек на то, что эта женщина больше и не грешила, и как раз то, что произошло, выявило с одной стороны коварство и греховность книжников и фарисеев, а с другой стороны то, как Господь может действовать своим промыслом, чтобы человека и вразумить, и в то же время помиловать. В нашей жизни тоже очень часто так бывает, что приходят какие-то тяжелые ситуации, иногда не попускаются нам за наши грехи, если мы в самом начале видим, что да, мы в чем-то были неправы, прежде всего пред Господом, попросим прощения, чтобы Он нас увидел как сердцеведец и услышал, и тогда Господь может нас и помиловать, а те, кто воспользовавшись ситуацией иногда на нас или злобно рычали, или клеветали, они уйдут посрамленные. Поэтому будем заботиться о том, чтобы Господь нам всегда даровал в сердце вот то смирение, которое имела и эта женщина перед Ним. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!